друзья всем привет так случилось что в этот раз германии мы приехали без автомобиля как без автомобиля мы ехали за двумя машинами а привезли всего один но обо всем поподробнее заявка начиналась еще в феврале это было начало февраля не помню какие-то там восьмые числа но до 28 февраля нам нужно было выдать два автомобиля дело вроде бы не хитрая поехать выбрать машину вернуться обратно но в наши планы вмешалась первая погода второе пандемия и в общем пошло не все все не совсем так как мы задумали значит в этот раз надо было найти два автомобиля один нужно было найти классный альроуд второй надо было найти классный обычный а4 с альроуда мы пошли по формуле того что нужно найти машину только для внутреннего рынка германии я немного позже объясню чем это интересней и какие есть плюсы какие есть минусы от такой сделки а вторую как обычно поехать выбрать забрать и уехать по поводу второго автомобиля вот сейчас уже все у нас сегодня поем марта сегодня у нас 10 марта история еще не закончена но я думаю завтра или послезавтра история будет закончена офигительно и интересная но это будет отдельное видео а сейчас мы поговорим про олроуд который оказался очень простым но с учетом того что в связке было два автомобиля и один упал якорем эта доставка получилась самой сложной за всю историю один авто так мы приехали к олроуду чистенький арники после моечки вот красиво все стоит на своих местах бампера пластик вот вся целая зазорчиков выдать на солнышке пластик чуть-чуть побелел нужно обработать чернителем вот но тоже есть мелкие посещения такие на фарах но в принципе я думаю что это не смертельно по сравнению с видели все таки вот минимальное количество сколов учитывая то что этот свет такой мокрый асфальт она минимально видно это наверно от полировочной машинке поставалась и там тоже убирается на этой фаре также вот такие вот на солнышке лучше видно вот так пока пока зачетный так ну по стопотикам тоже все чисто болты не крутились пара оригинальная стопотик тоже не трогался мотор тут вверх чистый вверх чистый с этой стороны все так же мотор тут вообще отлично работает шумка есть так ну теперь салончик начнем с карты карта целенькая все чистенькое никаких не царапин нету память сидений о вот значит по водительской садушки 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 можно сказать что в отличном состоянии вот это самая боковая показательные вещи роль в принципе как новый без потертости без ничего потолочек чистенький серенький какая приятная машина и наглаза на ощущение вот кнопочки на руле тоже все целенькие пробег я думаю вы видели по ручке передач по консоли подлокотник здесь все целенькая торпедо панель вот но за пассажирскую сидушку вообще молчу шторок у нас нету но карта как новая такое ощущение на заднем ряду практически никто не ездил состояние сидушек изумительное вот все новенькое такое машине приятно пахнет трехзонный климат с подогревом и сидений вот подлокотник с подстаканниками вот так вот просто плюс есть бардачок а это все такое тут тоже потолочек все красиво чисто но я же говорю задний ряд вообще новый по багажничку я там отправлю фото фаркопа есть фаркопчик наклеечки с нагрузкой багажничек чистенький собаки и коты не возились есть такая оригинальная сеточка вот это жилеточка оригинальная ауди вот даже такая ледовская подсветка новая прикольная здесь у нас аккумулятор стоит еще оригинал тут под низом крепится комплект ключей вот так вот это все дело застегивается вот так вот это все дело смотрится так исторически сложилось что за автомобилем поехал не я хотя изначально собирался я но есть у нас там момент был у нас посыпался сервер ну как бы не посыпался мы его заменили и вот на момент настройки я нужен был в киеве соответственно у нас чуть-чуть поменялись планы поехал один из наших парней зовут его андрей поехали осмотреть автомобиль погрузить его на спину эвакуатора и притянуть сюда в украину дабы машина имела своих девяносто четыре тысячи ну на тот момент мы еще не знали что мы выберем именно этот автомобиль потому как у нас приоритете была другая машина по первому автомобилю была проделана большая классная колоссальная работа прозвонили большую кучу этих автомобилей узнали историю где что крашена где что обслужена в общем большая работа была проделана было выбрано несколько приоритетов и наша задача заключалась лишь только в том чтобы приехать и подтвердить что эти автомобили именно такие про которые рассказывают продавцы машина сейчас стоит на таможне машину загнали вчера вечером сейчас она растаможена забираю ее лечу в сервисный центр думаю что успею я даже за свои деньги буду ставить ее на учет понятное дело что заказчик потом рассчитается ну дабы сэкономить время я хоть посмотрю чего мы там выбрали потому как я видел только фото видео отчеты а самой живой машины не видел но получается так что сейчас я единственный кто может ее забрать потому что все остальные заняты просто по самой гланды кто где кто в каких областях вот Андрей Александрович остался в Киеве за что ему большое спасибо сэкономил мне денег на такси ну вот вот такое дело ладно блин пробка впереди ветрено сегодня на таможне с учетом того что машина приехала без номеров я в офисе нашел два каких-то номера по крайней мере одинаковые страны но разных и сейчас на этих номерах я поеду в сервисный центр ух и намучился я по факту эти номера они чуть больше не подходят я как бы их защелкнул ну в общем оно не закрыто очень надеюсь что не потеряю кстати номер девятнадцатого года шестого месяца что-то мы там забирали два года назад полетел я в СЦ ух ты красиво топливо на минималках оставляет 80 километров ничего страшного зальем человеку топливо красивое хорошее состояние кожи очень офигительное ну ладно я еще возле сервисного центра поснимаю немножко руль офигительный очень очень балдею от такого руля пока она слегка греется могу сказать что очень в классной комплектации машина пакет для курящих ну в смысле это пепельница а вот зарядки телефона здесь балалайка здесь зарядки телефонов нету мы всегда ездим с открытой панорамой ну мне так нравится больше освещения так по машине девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят семь километров есть у нее на данный момент машина это семнадцатого года нигде я смотрю не зачухана да здесь ровненько пропалывать сигарет нет как вот здесь часто бывает ни у водителя ни у пассажира состояние кожи конечно очень офигительное ну ладно чуть-чуть прогрелись поехали сейчас еще надо будет одеть документы в багажник положил вот я молодец а там пропуск ну ладно ничего страшного вылезем еще раз запустился двигатель так не очень ну в смысле не очень просаженный аккумулятор было но запустился то он нормально я что-то провтыкал момент первого запуска но при этом погасла приборка что говорит о том что аккумулятор у нее очень не очень ё-моё какие тут я бы повыбивала за растаяла дорога вместе вместе с асфальтом а вот уже ко мне пассажир бежит за накладной чувак уже машет руками типа давай сюда срочно мчись на весы пропуск сейчас ему надо пожалуйста так что у нас с навигацией вас из лосс неактивно так неактивно окей надо сейчас этого чуда перевести на русский язык машина интересная была тем что эта машина была после хирурга эта машина была после одного владельца и обслуживалась эта машина только на дилере вся история по этой машине есть и подтверждается она по разным базам поэтому то что у нее было нормальное сервисное обслуживание это класс ну другой минус того что она ездила раз тридцать тысяч километров меняло масло ну в германии все это делают ну в общем был возле дортмунда приехал по нау по кому так город называется в общем приехал на границу с австрией и получается приехал тупо не туда окей что делать поехали и обратно и минус еще один день а поехали обратно это мы попадаем на выходные и соответственно на выходные мы снова там залипаем осматриваем автомобиль в понедельник машина действительно заявлено что с ней все очень неплохо действительно так как в описании так как в декре все недостатки этого автомобиля мы видели заранее все отцаточки все точечки класс машина зачетная забираем передняя камера передняя камера это очень очень хорошо и зачетно очень плохо то что в обратном направлении сейчас такая дикая пробочка собирается раз уже начинается час пик проекция на лобовом стекле зачетная штука есть противооткат есть автозапуск так сразу выключить аккумулятор у нас не дужа хотя при севшем аккумуляторе оно особо наверное номер потерял люди сигналят ну ладно это такое дело потерял и потерял наших парней мы снарядили наших парней мы отправили пожелали доброго пути выехали с украины заехали в польшу повалил такой снег практически метр снега насыпало что очень затрудняло передвижение по дорогам польши поэтому было принято решение вернуться обратно в украину и поехать на следующую неделю потому как у нас вроде бы как запас по времени позволял чтобы не проедать деньги заказчиков в польше в гостиницах было принято такое решение вернуться за наши деньги вернулись это был первый камень преткновения почему мы выбились из колеи а дальше было как в анекдоте машины это две с одной более-менее определились а со второй заказчик как современная девчонка сначала хочется одного потом хочется другого ну в общем так прокатались мы просмотрели по моему семь или восемь автомобилей которые радикально находились в разных концах Германии и машины все были ну очень не очень но об этом в другом видео и это был второй камень преткновение почему эту машину мы не успели вовремя пригнать но это было не все когда мы поехали за автомобилем у нас произошел легкий технический сбой в формате того что мы поехали мы были уверены что машина которую мы выбрали и оставили предоплату за нее находится под границей с Австрией но когда мы туда приехали мы поняли что машина сверху Гамбурга практически на самом севере а разница в 800 км а впереди выходные и мы залипли еще на выходные почему так получилось почему получилось так что мы поехали не туда да все очень просто выбирали между двумя автомобилями уже был выбран приоритетный но изначально он был на 2000 дороже а потом выскочил еще один на 2000 дешевле мы обзвонили его мы выяснили его историю эта машина оказалась более интересной и мы приняли решение даже на стадии фотографий дать за этот автомобиль предоплату но мы в базе данных у себя не поменяли адрес и отправили нашего парня на эвакуаторе с прицепом он тогда на тот момент был в Дортмунде и мы его отправляем на границу с Австрией то есть это по Германии ну грубо говоря вот карта если зазеркалить то вот здесь Дортмунд вот тут Берлин тут Гамбург а мы его отправляем вот сюда вниз в Австрию когда он приехал и не увидел этой машины у нас был холодный пот и мы поняли что мы парня отправили тупо не туда в Ауди в Ауди есть прикольная плюшка эта машина сама тормозит она сейчас пробуем хопа да оттормаживается она держит активное расстояние причем что на шестых что на Allroad что на Q7 и вот в принципе в комплектации четверку правда это Allroad но я тем не менее все равно вижу такую комплектацию впервые с активным круиз-контролем а ну-ка 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 остановилась очень близко я аж как-то так слегка под очень хорошо отрабатывает предупреждение о мертвых зонах когда включаешь поворот аж такой яркий яркий огонек лупит в глаз вот этого Volvo конечно не хватает да и в принципе где я такое видел в Mercedes видел и в Audi больше в принципе особо что-то как-то нигде не попадалось а ну-ка оттормаживаемся вот мои ноги вот мои руки остановился вот мои ноги на педали я не трогаю вот даже вот так поставлю чтобы было видно что у меня ноги не на педалях машина сама разгоняется и вот сейчас кто-то будет притормаживать и мы будем притормаживать вместе с ними сейчас мы сделаем это все одним дублем вот например в ух 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 стрёмно было я уже почти ногу занес над педалькой но нет вот она сейчас сама оттормаживается мои ноги по-прежнему здесь и сейчас будет легенькое движение в пробочке если довольно длительный тормоз то надо чуть-чуть на педаль акселератора дотронуться и машина сама трогается с места ровно так же как и сама останавливается но если она долго будет стоять вот если сейчас он поехал то мы бы поехали ну я бы поехал на этой машине сразу же а так как сразу же мы не поехали вот сейчас если подвинется Chevrolet то будет видно что да вот мы стоим и если чуть-чуть нажать то мы начнем ехать но сейчас опять остановимся честно скажу стремно еще ей доверять по крайней мере я больше любитель ручного управления так можно большего достичь навигация что касательно навигации очень интересная тема в кьюшке которая предыдущая там есть тачпад на котором можно рисовать здесь же рисовать можно сразу же на самой шайбе вот включаем навигацию куда мы хотим ехать ну например пишем букву к киев вот классно но уже сразу киев нашло можно выбрать центр можно дальше писать выехал на трассу после пробки ну едет довольно зачетно разгоняется но очень быстро причем с учетом того что я на круизе все красиво в салоне все как обычно вот еду здесь такое никого не трогаю спадала здесь блогеры на ауди всякие катаются типа на полном фуле вон автопарковка датчики есть автосветы панорамы я что я карте можно делать так можно делать так ну и естественно ноги там но так, честно говоря, слегка переживаю, когда ноги у меня не совсем на месте, имею в виду не на педалях. В очередной раз пробую довериться новому механизму, даже не механизму, а очень зеленому искусственному интеллекту, так это называется. Едем регистрировать Audi для того, чтобы человеку машину выдать на номерах, потом надо будет заехать на заправку в виде бонусов, тут ему полный бак. Сейчас, кстати, констатирую факт того, что тупо на нуле, вон сверху, слева в углу написано, что 60 километров осталось. Я надеюсь, что дело у нас близится уже к закату, потому как уже осталась финишная прямая, сейчас регистрируем, вешаем номера, заезжаем на мойку, заезжаем на заправку и звоним заказчику, будет торжественная выдача автомобиля. Ребят, 3 часа дня, люди до сих пор регистрируются. Это говорит только об одном, это говорит о том, что висит база. Ну, у меня есть такое предположение, я, конечно, типа, могу ошибаться, но очень маловероятно. Пойду отнесу документы, а потом буду снимать номера, потому что иметь вот такой техпаспорт с такими номерами, это стопроцентное палево. И чтобы мне не настучали по жопе, я его сниму. Легкий бэкстейдж того, каким будет видео потом. Наш Александр ходит, снимает. Очень ему понравилась машина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Автомобиль уже зарегистрировали. Сегодня успели, все хорошо. Все очень даже обесенительно, если, конечно, это слово применимо к этому. Значит, это Audi, это Audi Allroad в кузове А4. Я не могу сказать, что машина чем-то мне не понравилась. Очень неплохая. Ой, уже 110. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Audi это Allroad, это четвертая машина В смысле в А4 кузове Она без пневмы, но она с мотором на 320 лошадиных сил То есть 200 кВт мотор Это самый мощный мотор в линейке Audi, который есть на данный момент Среди 3 литровых дизелей И все это чудо засунули вот в эту маленькую коробочку Винтит оно конечно просто караул Ладно, сейчас мы это еще чудо загоним на подъемник Для того, чтобы убедиться, что действительно оно нигде не течет И что с ним абсолютно все нормально Потому что не смотрели в этот раз машину на подъемнике Не нашли возможности Ну то ли потому что меня в Германии не было То ли потому что спешили То ли потому что несколько раз отказали парням У них опустились руки Ну в общем, как бы там ни было Сейчас будем загонять Почему мы машину не подняли в этот раз, находясь в Германии? Да все очень просто Потому что все СТОшки были расписаны Ну на несколько не дней А практически на неделю вперед И ближайшее там было через 5 дней на осмотр Покатались по нескольким Везде получили отказ ввиду того, что сейчас жесткая пандемия Нигде мы на не дадим вам посмотреть Не получилось поднять у дилера Потому что у него банально не было на чем поднять То есть смотровой ямы у них не было Поэтому загнали ее на лафет Посмотрели снизу Пофотографировали Ничего критичного не увидели И было принято решение Забирать автомобиль И ехать в сторону родной земли Машина без номеров Машину мы не оформляли Договор купли-продажи На лафет И потянули ее в сторону родной земли У нее торсен сзади У нее вот эта вот хрень грамотная Вот это Я думал, по-любому с пневмом Нет, это А6 с пневмой А4 он с пневмой я еще не видел Тут куча режимов есть всяко разных, интересных Так, ну масло заливали Это уже хорошо Тупо все красивенькое Тупо все очень интересненькое Кузов красавчик Нигде ничего не Коробка Чистота Ни единого потек Теплообменник сухой Красота Это что? Реечка Вообще Ляпота Нигде ничего даже не потрескано Еще и логотипы везде стоят Вот как немцы делают Вот так, что у них все очень чисто И у мотор же не мытый Днище не мытое Все чистое Даже вот пятнышки есть с завода Которые масляные Которые в обработке Но в общем очень же хороший Чистый мотор А что с карданом Ну люфта нет Все нормально Все классно Машина Очень достойная внимания Я даже не знаю, что здесь трогать Я на ней прокатился Вообще не стукнуло, не грюкнуло Нигде ничего никак Потеков никаких нет Но только передняя часть сейчас еще снимется А стоп, сверху Тут все хорошо Тут все так запаковано Что нифига не Когда мы уже достигнем такого уровня Что у нас будут все такие машины Я кстати как-то ездил очень грязный В Европу поехал Мы заезжали на Таракановский форт В общем я потом грязный поехал Через Польшу, через Германию В Германии пошел дождь Доехал до Швейцарии И уже был практически чистый Заехал на мойку швейцарскую машину Помыл там что-то Я потом сравнил И уже особо Машина была уже практически чистая То есть она была не грязная Ну в общем везде шик, блеск, красота Можно было не снимать Но Не можно было не снимать Потому что надо было посмотреть Что машина действительно Везде со всех боков целенькая Нигде с нее не сцепить Где ничего не течет У меня даже слов нету Ростислав Ну В общем собирай обратно Офигительно приятно смотреть Именно вот такие вот автомобили Когда Смотришь машины И понимаешь Что если немцы дают гарантию То они действительно дают гарантию Это на моей памяти Пятая или шестая машина Когда машина продается Для внутреннего рынка Германии Она полностью обслужена И В таком идеальном состоянии Были все машины Ни потека Нигде Ничего Вообще пресная красота Не, конечно Что мы сейчас проверим Ходовую этого автомобиля Хотя за время пути Она ехала на эвакуаторе И вообще ничего себе не случилось Но тем не менее Все равно Не то чтобы для галочки А для тихого спокойствия Мы что-таки даем гарантию На эту машину Мне нечего добавить Офигительно В Германии мы провели Две недели Почему так долго? Потому что Ну я разделю историю На две части По Allroad Было видно и ясно Понятно Что плюс-минус Машина выбрана То есть у нас была Либо одна Либо вторая Оба подтвержденные А вот затянуло нас Именно Audi A4 Почему? Об этом Я надеюсь Будет отдельное видео Когда эта история Все-таки закончится Финал уже близок Но она еще не закончилась То есть начали мы в феврале Сейчас уже практически Середина марта И история не закончена Я имею ввиду Середина марта На момент записи Комментария Когда я перегонял Автомобиль С закрытым капотом Машина работает Очень тихо Но На этапе Монтажа Видео Оно настолько Тихо было Что Я был очень приятно Уделен Как мотор на 320 лошадиных сил Имеющий Столько мощности Может так Тихо работать Вот как они так ездят Реально Вообще Ни сажа ни хрена Две турбины на машине Дизель 100 тысяч И трубы тупо новые И на мойке Ну да Машина после мойки Но трубы же никто не мыл Ее мыли только сверху Я поражаюсь В качестве топлива Такой который есть там Ну их них серы Практически нету Вообще В солярке Поэтому у них И масло Longlife работает Не ну и по жидкости видно Что она светленькая Красная Ну да Брик Брик Клюет не клюет Сейчас сразу посмотрим Подзарядился ли аккумулятор Да Все нормально Что добавить Можно было конечно не заезжать Но можно было Но нельзя было Обязательно надо было заехать И показать Что с машиной все так Классно потому Как мы не заезжали На этом автомобиле В Германии Все я поехал на паркинг Сегодня мы ее уже Выдавать не будем Выдача будет завтра С утра я думаю А сейчас А сейчас дом Семья И всякое такое С автомобилем С автомобилем С автомобилем точно Все классно С автомобилем Точно все хорошо Теперь моя душа Спокойно Завтра с утра Мы уже будем Эту машину выдавать Вот такая вот была Эта история Пусть не я ее начинал Вернее не так Я ее точно начинал Но я не начинал ее С видео Потому как Ездили наши парни Забирать ту машину Которую мы выбрали Вот это вот Результат того Что мы выбрали Съемка мы уже закончили А я что-то все равно Не могу успокоиться Потому как Ну Хорошее произведение Искусства Это Ауди Очень она меня впечатлила Я ездил С мотором Таким же На Алроуде Но на Алроуде У меня не было Такой эмоции Как на Обычной Легенькой А4 На Алроуде А6 Надо уточнить Ладно Все равно Нифига не видно будет Ну Я впечатлен Субтитры сделал DimaTorzok И вот даже сейчас Когда моя эмоция Моя эмоция успокоилась Когда Я уже Ну Достаточно Прошло времени Я видел и другие машины Но тем не менее Вот Заряд Бодрости С трехлитровым Дизельным мотором На Алроуде А4 Он такой задорный Там такая Хорошая машина Это просто Зажигалка Я не знаю Как еще назвать Эту колесницу Которая Выдает столько радости Но Я уже Думал Посмотреть В сторону Ауди А4 Но мне нужен Высокий клиренс И мне нужен Автомобиль Чуть-чуть побольше Поэтому пока Я остаюсь На Volvo Но в копилочку Знаний Я все-таки Поставлю Вот эту вот Галочку Которая Говорит о том Что я впечатлен О Пользованием Этого автомобиля Вот такой Вот был этот выпуск Спасибо Что досмотрели До конца Ну а с вами был Николай Тарануха Киев Компания Одинавто Всем удачи На дорогах Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok